МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Реальность". На канале репортеры 73. Каждый день, вечер и утро мы рассказываем о значимых событиях Ульяновской области. В студии Евгений Луковкин. Смотрите сегодня в программе. Черная метка Ульяновска. Погрязли и завязли. Очевидную опасность мазутохранилища на нижней террасе вновь признали, когда ответственные отмоют пятно. В сполохе новой зорбницы. Готовность, сплоченность, сила духа и смекалка. Юные патриоты в центре авангард. Встречаем гостей из Братской Сербии. Военно-патриотические игры на старте. Парящие киты и окрыляющая музыка. Ульяновский Арбат открыл летний сезон. Пространство для творчества и креатив для дела. Первые пешеходные выходные на улице Федерации. Майские заморозки не смогли помешать посевной кампании Ульяновской области. Сначала темп замедлился, но к 13 мая сельхозпроизводители вышли на максимальную скорость. В регионе обеспечат потребность зерне собственного производства на 100%. Сеф ранних яровых завершится до 31 мая. Про безопасность региона и другие важные вопросы на повестке еженедельного заседания Кабмина. Павел Петриков с подробностями. В культурной жизни региона кино – один из самых любимых видов досуга. Для многих семей поход в кинотеатр – настоящий праздник. 28 мая в Ульяновской области стартует масштабный кинофестиваль «От всей души». Запланировано более 150 мероприятий. Деловая программа объединена темой кино как инструмент популяризации семейных ценностей, я напоминаю. В программе 55 фильмов. Зарубежная программа будет представлена работами кинематографистов Индии, Белоруссии, стран СНГ, Армении, Кыргызстана, Казахстана. В год семьи основной акцент сделают на традиционных семейных ценностях. Для передачи этой идеи планируется привлечь к участию в фестивале целые кинематографические династии. Ульяновская область привлекает не только фестивалями, но и потрясающим видом на Волгу. В сферу туризма вкладываются серьезные суммы. В 2024 году пять ульяновских предпринимателей получат 93 миллиона федеральных рублей на строительство модульных туристических объектов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании к Федеральному собранию подчеркнул ключевые цели, которые планируются достичь к 2030 году. В рамках таких поручений поставлена задача увеличение, удвоить число туристических поездок до 140 миллионов. По оперативным данным Единой международной информационной системы ЕМИС в первом квартале текущего года наш регион посетил 163 700 человек. В 2024 году расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение социальной поддержки. В него включили сотрудников Следственного комитета и добровольцев СВО. Кроме этого, в указ о выплате единовременный миллион рублей для родственников погибших участников специальной военной операции мы внесли изменения, кроме того, что добавили вот эти категории. Раньше право на получение выплаты имели только близкие родственники погибшего военнослужащего. Родители, дети до 18 лет и супруги. Теперь же, если нет никого из них, один миллион рублей могут передать полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибшего, а также его совершеннолетним детям. И вновь предупреждение. В Ульяновской области ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса. Хотя бы не заморозки, ведь и так аграрии работают без выходных, а некоторые хозяйства в круглосуточном режиме. Делают все возможное, чтобы завершить посевную кампанию по графику, несмотря на то, что из-за низких температур она началась позже обычного. Сельхозпроизводители продолжают обновлять тракторный парк. С начала этого года приобрели 179 единиц сельскохозяйственной техники. Новые машины позволяют увеличить темп весенних полевых работ. Благодаря этому посев яровых культур уже произведен на площади более 630 гектаров. Я думаю, что у нас есть все начальные условия для того, чтобы в этом году неплохой уважай собаки. Начали сельхозпроизводители постоянно на связи. В конце прошлой недели первыми выполнены запланированные объемы ярового сева Инзинские и Новоспарские районы. А на сегодняшний день к ним прибавились также Павловский и Страмайевский районы. Также завершает яровой сев в Радическом, Сурском, Корсунских районах. От среднеобластных темпов сева отстают только Сенгелеевские и Старокулаткинские районы. План сева зерновых и зернобобовых культур выполнен в четырех муниципальных образованиях – Вишкаемском, Новомолоклинском, Новоспасском и Старомайнском районах. Также увеличили площадь под сахарную свеклу до 12 тысяч гектаров, что на 102% больше, чем в прошлом году. Так что сахар с полок магазинов точно не исчезнет. Урожай обеспечит сырьем сахарный завод. Основной объем ярового сева планируется завершить 31 мая, а сев поздний культур – до 10 июня. 30 лет накопленного вреда экологии. Судьба заброшенного мазутохранилища на Нижней террасе может решиться уже в следующем году. Геологическая разведка закончена. Проектно-сметная документация отправлена на экспертизу. Предварительная зона заражения составляет несколько тысяч квадратных метров. Как сейчас выглядит свалка нефтепродуктов и какую угрозу представляет для горожан, узнал Антон Кузьмин. В прошлом принадлежавшее машиностроительному заводу мазутохранилища сегодня бомба замедленного действия, расположившаяся на площади в несколько квадратных километров. Фактически объект повышенной опасности. На деле бесхозная заброшка – зона экологической катастрофы, свободная для посещения любым желающим. Сегодня эту территорию от города не отделяет практически ничего. Нету ни контрольно-пропускных пунктов, ни забора, ни даже предупреждающих знаков. Попасть сюда свободно можно с улицы Академика Сахарова, чем, видимо, не применули воспользоваться нерадивые горожане, которые превратили свалку нефтеотходов в свалку обычную. Птицы здесь уже не поют, слышно только карканье ворон. А вот следов недавнего пребывания человека предостаточно. Битые бутылки, бытовой и строительный мусор, старые покрышки. Но даже эта грандиозная свалка – не главная угроза для окружающей среды и жителей нижней террасы. Как и следует из названия, мазутохранилища хранился здесь мазут – продукт нефтепереработки. Хранили его в подземных резервуарах, со временем некоторые из них разрушились. Сколько отравы утекло в почву, сейчас непонятно. Угроза очень большая. Прежде всего, потому что все эти токсичные вещества, находящиеся в нефтехранилище, они попадают непосредственно в саму почву. Они представляют угрозу, так как происходит процесс отравления, соответственно. Ну и это влияет уже и на живые организмы. Если попадают те или иные животные, то есть они начинают очищаться, эти продукты попадают, соответственно, в желудочно-кишечный тракт, приходит процесс гибели. Другая опасность – это близость Волги и водозаборов. Пока следов нефти в питьевой воде обнаружено не было, но специалисты уверены, что мазут в Куйбышевском водохранилище – это лишь вопрос времени. В августе 2019 года объект накопленного вреда включили в проект оздоровления Волги. Планировалось завершить рекультивацию до 2023 года. Но возникли сложности. Сначала с правом собственности. Мазутохранилище находилось в частных руках. Затем с подготовкой проекта. Провести изыскание, замерить площадь и глубину залегания отравленной почвы можно только в холодное время года. В жару мазут слишком пластичен. Исследования показали – в резервуарах, котлованах и тоннелях суммарно находится около 3000 кубометров мазута. А объемы загрязненного грунта четвертого класса опасности оценили в более чем 300 тысяч кубических метров. Проект большой, проект финансово емкий, потребует достаточно серьезных и федеральных, и региональных средств. Но это наиболее опасный объект, который включается в перечень 50 объектов самых опасных на территории Российской Федерации. Сейчас проект проходит государственную экспертизу и готовится к включению в перечень национальной программы «Генеральная уборка» – часть нацпроекта «Экология». Объемы финансирования пока не раскрывают, но известно, что рекультивация, вероятнее всего, пойдет по сценарию. Виновской рощи. Антон Кузьмин, Павел Петриков, Павел Асланиде. Репортер 73. Новый участок теплотрассы под Минаевским мостом готовится к подключению, а изначально перенос коммуникаций потребовался для беспрепятственного размещения спецтехники и бетонирования опорных конструкций. Из-за подключения теплотрассы подачу ГВС временно ограничили населению некоторых близлежащих улиц – Хлебозаводская, Водопроводная и набережные реки Свияги. Ремонт переправы идет по плану, рапортует подрядчик. Общественный контроль выяснил, на каком уровне при этом безопасность горожан. Оптимально для транспорта, неудобно для людей. Ремонтные события угрожают безопасности ульяновцев. Особенно тех, кто проживает в кварталах на набережной Свияги и тех, кто преподает либо обучается в Ульяновском госуниверситете. Здесь нет пешеходного перехода, но люди ходят и создают. И под машины могут, ну, аварийные ситуации. Приняю решение, что на следующей неделе здесь загородят все забором. Выставим ограждение, дополнительные знаки. Интенсив ремонтный и контролирующий. С проверками на регулярной основе на переправу приезжают представители общественной палаты региона. Оценивают ситуацию настоящего и слушают планы на недалекое будущее. Совсем скоро здесь поднимут 33-метровые балки пяти пролетов. Спецтехники станет больше, а вот пешеходов не будет совсем. А если кто-то рискнет прогуляться прямо по проезжей части, накажут финансово штрафом. До 1 июня мы постараемся полностью отработать все награждение. Еще раз оповещение, оно пройдет полностью в прессе. И после 1 июня здесь полностью закроем движение, чтобы обезопасить пешеходов. После 1 июня как раз день защиты детей. И после мы уже приедем и посмотрим, как у нас граждане нарушают или не нарушают. На 10-м форуме сделано в Ульяновской области производители региона подписали два экспортных контракта. Сельхозпредприятие Старомаинского региона будет поставлять ячмень в Иран. Первая партия составит 1000 тонн. В дальнейшем до 30 тысяч тонн в год на сумму более 900 миллионов рублей. Вторая сделка касается производителя бытовой химии. Ее в скором времени начнут продавать на крупнейшем маркетплейсе Казахстана. Всего на площадке форума свою продукцию презентовали более сотни компаний региона. Далее коротко другие интересные и важные новости из жизни Ульяновской области. Нашла Касана Камень или Семазы против Ульяновской электротранса. Производитель автобусов подал иск в арбитражный суд Ульяновской области на муниципальное предприятие. Пока неизвестно, в чем суть спора, но ответчики решили подать встречный иск. Претензию уже готовят. Связано с качеством тех самых автобусов, купленных в лизинг за более чем 114 миллионов рублей. Якобы транспорт ломается буквально, как только поступает в автопарк. Производитель отвечает, негарантийные случаи чините сами. Ульяновск электротранс считает, что платить и за ремонт, и за лизинг несправедливо. Точку в споре поставит суд. Снова свалки, мусор и неприглядный вид в когда-то живописных местах. Минприрода Ульяновской области инициировала розыск подобных незаконных мест складирования. Мусорные барханы обнаружены недалеко от Национального парка Сингелеевские горы с видом на монастырь в Арском, а также у Боротаевского полигона ТКО и в промышленной зоне Ульяновска. Решением прокуратуры мусор убирают, но чистота держится недолго и отходы снова появляются. Экологи предлагают штрафовать владельцев или арендаторов таких земельных участков. Законный вывоз мусора должен быть выгоднее, чем оплата штрафа. Если совесть не останавливает, то рубль заставит задуматься загрязняющих природу предпринимателей. В 2024 году планируется обустроить и отремонтировать 1976 погонных метров ливневой канализации, заявил исполняющий обязанности начальника Ульяновского управления дорожного хозяйства и транспорта Олег Мамедов. В планах 10 участков. Это улица Индинская, Терешковый, Радищево, Рябикова, Панорамная, Богдана Хмельницкого, пересечение улиц Ленина и Железной дивизии, проспект Гая, бульвар Нововенец, проезд инженерный. Дополнительно при благоустройстве дворов и общественных пространств будут учитывать особенности местности, чтобы обеспечить эффективный отвод воды. 25 мая. Для одних начало летних каникул, для других первый шаг во взрослую жизнь. В минувшую пятницу во всех школах страны для выпускников прозвенел последний звонок. Как это было в Ульяновске, расскажет Антон Кузьмин. Все позади. Уроки, перемены, зачеты и ответы у доски. Приходят первоклассники на смену, а вы уже выпускники. День, когда кажется, что все дороги открыты. 25 мая последний школьный день провожали больше 4000 выпускников 11 классов. Позади 11 лет учебы, впереди итоговые экзамены и новый жизненный этап. Это очень важный день в моей жизни. Я надеюсь, что сегодня все пройдет хорошо. Немного поплачем, поулыбаемся. Все будет хорошо. После школы я хочу стать успешным человеком, реализоваться в выбранной мной сфере, исполнить все свои мечты и много путешествовать. Приятное волнение, все хорошо выступить, потом пойдем в класс, наверное, погуляем в парк. Ну, конечно, это такой большой этап жизни, 11 лет. Планирую хорошо сдать экзамены, выбрать вуз, специальность, чтобы мне было по душе, чтобы мне было хорошо учиться там и потом уже стать хорошим специалистом. Расставание с родной школой всегда волнительно. Особенно, когда впереди ждет последнее испытание. Сдать поможет багаж знаний и поддержка близких, родителей и учителей. Ребята мотивированные, серьезные профили. Из этих ребят, выпускников 11 класса, у нас есть ребята-участники с Российской Олимпиады. Дошли до последнего этапа, участвовали в Российской, в самой Олимпиаде. Поэтому я думаю, у ребят все получится. Поэтому самое главное – поверить им в свои силы. Хочется пожелать всем этим нашим выпускникам, для нас, они по-прежнему дети, пожелать добра, пожелать счастья, пожелать, чтобы каждый определился в жизни. И самое главное желание – это чтобы каждый был уверен в тех знаниях, которые он получил в школе. Антон Кузьмин, Константин Никитин, репортер 73. Полосы препятствий, тактическая игра, стрельба из винтовки, а также историческая викторина. В Ульяновской области началась очередная зорница. Ее победители представят регион в Оренбурге на зорнице ПФО. На состязание в Центре патриотического воспитания «Авангард» в Ивановку приехали гости из Сербии. Присмотреться к военно-патриотическому воспитанию в братской стране, рассказать о своем опыте. О подготовке юных патриотов в Балканской республике и настрое ульяновских мальчишек и девчонок перед решающими соревнованиями расскажем далее. Сапер идет медленно, но обгонять его не рекомендуется. Поэтому каждые действия, какие вы хотите сделать, сначала подумайте, а потом сделайте. А лучше спросите, можно это сделать или нет. Наставление от руководителя Центра военно-патриотического воспитания настраивает участников зорницы. Это игра и вместе с тем не игра. Шансы на победу выше у тех, кто отнесется к соревнованиям максимально серьезно. Они нарушат дисциплину и будут придерживаться старого постулата. Один за всех, все за одного. Именно с таким настроем прибыли в Ивановку корсунские кадеты. Позади у Артема Григорова две областные зорницы. Впереди минимум это и целая жизнь, посвятить которую юноша намерен службе Отечеству. В этом году график подготовки был очень плотный. И пройдены подготовительные этапы его команды в пятерке лучших в нашем регионе. Конечно, волнительно, но опять же мы готовились. И раз мы занимали там первые места, то мы просто должны как минимум потягаться с остальными, чтобы занять свое тоже место под солнцем, как говорится. На этот раз зорница в центре «Авангард» практически международная. За одним «но» делегаты из Республики Сербия приехали пока что присмотреться к нашим реалиям. К условиям. Понять, что потребуется от участников, чтобы претендовать на победу. Среди гостей Дарья Кудрявцева 10 лет из своих 12 прожила на Балканах. В Сербии состоит движение «Разведчики», чем-то похожим на наших зорничников. Ты посаешься в лесу один, тебе дают полотно одно и спички. И ты должен добыть воду, еду, разжечь костер и сделать типа домика. И это целый день надо делать. Вместе с Дарьей и своими детьми в гостях на ульяновской земле Диан Лугоня знакомится с нашими реалиями и гостеприимством, знакомится с особенностями нашей военно-спортивной игры. Мои дети только начали этим заниматься и хотят посмотреть, как это в России. У нас это в крови, мы далеки от европейского мира. Сербам ближе ратный мир. Выживать, сражаться, побеждать учат и в Сербии, и в России. По-разному, но с одним прицелом. Воспитать патриотически настроенную молодежь, способную не только действовать, но и мыслить. Если ты, как говорится, сильный, но глупый, то что ты сделаешь на поле боя. Поэтому у нас обязательно, как я понимаю, первым будет эта визитка. То есть, как бы, будут смотреть вообще, какой у нас дух, какой заряд, собственно, команды. Соревнования продлятся еще несколько дней. Команда-победитель, как уже было сказано, представит ульяновскую область на уровне Приволжского федерального округа. Евгений Луковкин, Максим Архипов, репортер 73. В Ульяновске завершилась первая российская креативная неделя «Музыка». Деловая часть программы, форум, позволила региональным и федеральным экспертам, общественникам и профильным чиновникам устроить диалог о роли музыки в деле сохранения культурного наследия и обсудить другие злободневные вопросы. Вслед за деловой – выходная компонента. Вновь вставшей пешеходной улица Федерации встретила гостей и стала площадкой для жилого творчества. С Федерацией вкуса. Материал Екатерины Горбачевой. Точка притяжения местных талантов – летний ульяновский арбат. В этом году проекты «Лето на Федерации» запускают громко и ярко фестивалем Федерации вкуса «Музыка». Этот фестиваль проходит в рамках креативной недели, которая в период с 23 по 25 мая реализуется на территории нашего региона. И музыкальная часть фестиваля, вот ее основной акцент, сосредоточен на улице Федерации. Мы выбрали эту улицу, так как уже с 23 года она стала пешеходной. Нашим жителям полюбился этот формат, это клочок такой нашего города. Каждый год стараемся побывать очень весело, особенно когда концерт вместе с детьми выбираемся. Да, было бы здорово. Как можно чаще проводить такие мероприятия. Мне очень нравится, да. Я приехал из другого города, я услышал про этот фестиваль. Я бы сказал, что в нашем городе не хватает вот такой классной улицы, как Федерация. У вас очень круто, киты сумасшедшие, мне очень нравится. Приятный контингент, люди все улыбаются, отдыхают. Место для любого творчества найдется. Художники пишут картины, гончары и дизайнеры проводят мастер-классы под открытым небом. Звучит авторская музыка известных и начинающих групп. Нужно больше мероприятий, больше давать возможности, чтобы была такая возможность у коллективов выступать, их приглашать, чтобы они себя показывали, потому что у нас в регионе действительно очень много талантов. И я сама по себе знаю, как это непросто, чтобы тебя заметили. Финансирование. Финансировать все больше таких проектов, чтобы мы не вкладывали много денег, чтобы участвовать в таких мероприятиях, чтобы государство порассматривало, например, заявки от участников и кого-то поощряло путем конкурса хотя бы. Может быть, на самом деле, начинать со школ, где, может быть, какое-то эстетическое воспитание развивать у ребятишек. Все-таки вот, когда мы учились в школе, у нас было больше творческих вечеров, вот так скажем. А у них в школе вот таких мероприятий, может быть, мало, связано с искусством, с творчеством. В идеале в будущем открыть какую-то школу ремесленничества, в которую бы приходили как раз подростки и занимались бы, допустим, кто-то занимается фриволете, кто-то крючком, кто-то списами, потому что в мою юность это было модно на самом деле, а сейчас это уходит, и это очень жаль. Лето на федерации продлится до сентября. Жители и гости Ульяновска смогут посетить различные концерты, модные показы и мастер-классы. Екатерина Горбачева, Сергей Рябухин, репортер 73. Ярко, зажигательно и со вкусом национальных блюд череду этнических праздников Ульяновской области открыл мордовский народ. В минувшие выходные уже в одиннадцатый раз гости Владимирского сада слышали «Шумбрат». В праздничную атмосферу окунулась и моя коллега Екатерина Терещенкова. Яркий, эмоциональный, радушный Шумбрат в одиннадцатый раз встречал гостей. Мордовский национальный праздник традиционно объединяет представителей разных культур и народностей. В нашей области одиннадцать районов проводит этот праздник «Шумбрат» в районах, и плюс еще в Димитровграде. То есть тот лозунг, который мы избрали в начале, в самом для этого праздника «Шумбрат всегда, Шумбрат везде», он как бы воплощается в жизнь. Здесь звучит родная речь не только со сцены, а гостей угощают национальными блюдами – пшеными блинами, окрошкой с рыбой, сладкими пирогами. Вкусный, как будто с медом. Давай тебе налимай маленько. А квас я делала сама. Это мой такой рецепт, кушайте. А на этой площадке можно получить не только гастрономическое удовольствие, но и прикоснуться к изучению мордовского языка. Познакомьте меня с тем, как, что называется правильно произносить. А пироги по-мордовски называли «прякат». Они пеклись с разной начинкой. Блины называются «пачалксет». Пачалксет. Тяжело. Шёная каша. Бабанькаша. Она интересная бабанькаша. Готовили её девушки на выданье. В этом году на региональный праздник приехали гости из Пензы и Саранска. На местных подворьях можно было познакомиться с национальными играми, с народными промыслами, изготовить свою куклу-оберег и даже приобщиться к мордовскому танцу. Пальчики вот так вот, в кругляшочке, так скажем, на уровне ушей. И сначала в одну сторону, потом в другую сторону. А ноги при этом перешагивают? Ноги просто перешагивают в такт музыки. Да. Ну, естественно, с улыбочкой на лице. Шумбрат традиционно даёт старт в череде национальных праздников Ульяновской области и совпадает с празднованием Дня дружбы народов. В 2024-м он посвящён году семьи. Папа из нашего семейного клуба проводит мастер-класс по изготовлению планеров, запускает с детьми планеры на поляне. Бабушке учит своему, своим ремёслам. А вот на этой вот площадке можно написать письмо солдату и изготовить вот такого вот чебурашку и вложить его в своё письмо. Добрососедство, единение и согласие. День дружбы народов – яркий символ многонациональной Ульяновской области. Екатерина Тилищенко, Максим Архипов, репортер 73. 25 мая 1963 года в Ульяновске открылся стадион «Трут». Изначально он предназначался для футбольных и хоккейных матчей, тренировок и соревнований по лёгкой атлетике и конькобедному спорту. После обустройства газона с подогревом хоккейные матчи на стадионе проводиться перестали, а само спортсооружение получило имя прославленного советского вратаря Льва Яшина. 25 мая 2024 года стадион отметил 61-й день рождения, отметил, как и полагается, спортивным событием. Ульяновская футбольная «Волга» принимала тропеда из уральского Миаса. Получилось ли у футболистов сделать подарок – расскажем далее. Обе команды, прозябающие внизу турнирной таблицы, активно включились в игру. Волжанам уже на пятой минуте пришлось сдерживать атакующий запал гостей. Но и «Волга» не молчала. Григорию Миносяну немного не хватило точности, чтобы счет открыть. За пять минут до перерыва, когда казалось, что в раздевалке команды уйдут с нолями на табло, свое слово сказал Георгий Уридия, головой переправивший мяч в ворот торпедовцев. Буквально через минуту Миносян готов был счет удвоить, но защитник в последний момент выбил мяч буквально с ленточки ворот. «Неуступчивая команда, организованная. Мы понимали, что нужно немножко, скажем так, быстроту добавить, для того, чтобы, забив первый гол, мы заставили соперника немножко раскрываться». Раскрываться соперник начал после перерыва. С первых минут второго тайма ульяновские футболисты взяли игру в свои руки. Билал Билалов прорвался по флангу, выиграл силовую борьбу и выдал пас на Григория Миносяна. 2-0. Спустя еще 4 минуты Никита Кирсанов выбегал на ворота гостей, но был накрыт защитником. При этом оказавшийся в нужное время в нужном месте Миносян оформил дубль 3-0. Гости попытались огрязнуться, но Денис Еремеев справился и с первым ударом, и с добиванием. Волжане на этот выпад ответили максимально жестко. Евгений Воронин вовремя подоспел в штрафную площадь и поставил точку в матче 4-0. Сделали корректировки, где-то попросили чуть поагрессивнее, посмелее играть, но, к сожалению, ошибки привели пропущенные мяча. Мы где-то не собрались в какой-то момент, все расклеилось, крупный счет. Хозяева победили по делу, поэтому поздравляю их с победой. Плюс 3 очка в копилку за 3 тура до финала. Впереди у ульяновской «Волги» отложенный матч против «Курского авангарда», который пройдет в эту среду на стадионе «Труд». Нет времени на уборку? Обратитесь к профессионалам. Мы выполняем все виды клининга. Генеральная уборка, уборка после ремонта, мойка окон, кухни, санузла, химчистка мягкой мебели, дезинфекция и дезинфекция помещений. Мы отбираем самых ответственных сотрудников, а также используем экологически безопасные чистящие средства и новейшие технологии. Калионика. Мы делаем вашу жизнь чище. Время здоровой улыбки. Только сейчас семейная клиника «Клевер» представляет невероятную скидку – до 30 тысяч рублей на протезирование зубов. Наша команда профессиональных ортопедов готова помочь вам вернуть красоту и здоровье вашей улыбки. Мы ждем вас в семейной клинике «Клевер», улица Рябикова, 56, телефон 3145-55. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держите дистанцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова